Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной эпизод из третьего сезона цикла в истории средних веков. В этом сезоне мы говорим о донормандской Англии. Это уже очередной выпуск, который посвящен событиям конца 10-го, начала 11-го века. Прежде чем перейти к нему, я хочу напомнить, что у меня есть сообщество на платформе Патрон, где все желающие могут поддержать этот проект. Символической суммой. Сейчас там тот же контент, который вы видите на YouTube, только для подписчиков, он доступен на неделю раньше. Если у вас есть желание и возможность поддержать меня, то подписывайтесь на сайте patron.com, касая VAL, подчеркивание KHO, KHLOV. Ну, а также подписывайтесь на мой канал в YouTube. В этом выпуске мы продолжим события, которые происходили в донормандской Англии. Мы остановились на том, что осенью 939 года умер король Этельстан. Действительно такой великий, пожалуй, последний из таких великих королей до нормандского периода. У него не было детей, ему наследовал младший брат Эдмунд, Эдмунд, которому на тот момент было всего 18 лет. Значит, а викинги из Ирландии, которые до того были разбиты от Этельстана, мы изгнаны за пределы королевства, восприняли это как возможность реванша. Они той же осенью высадились под предводительством вот все того же Олафа Гудфридсона, высадились на севере Англии, взяли Йорк. В начале 940 года Олаф совершил рейд на юг, но его отбили у Нортхэмптона. Затем он пожег крестности Тамворта, уже возвращался на север, когда его настигла армия Эдмунда, настигла она его у Лестера. Но битва не состоялась, так как архиепископ Кентерберри и Йорка настояли в таком мирном соглашении между королями. И согласно этому соглашению Олаф сохранил за собой корону Йорка, получил весь север страны и даже Эдмунд был вынужден уступить север Мерси, такие города как Лестер, Дерби, Ноттингам и Линкольн. На следующий год Олаф Гудфридсона, опять совершил рейд на юг, но в ходе этого рейда умер. На троне Йорка его сменил Олаф Ситриксон, тоже один из героев прошлого эпизода, вот он сохраняет действующее лицо и сейчас. Он, напомню, был сыном, правившего в Йорке до 927 года Ситрика. Но Олаф Ситриксон не был таким сильным правителем, как его кузен, и в 943 году король Эдмунд вернул себе север Мерси. Ну а Олафа Ситриксона в результате изгнали из Нортумбрии, ну вот местные жители, и посадили на трон Регнольда, младшего брата Олафа Гудфридсона. Впрочем, такая чехарда там продолжалась, потому что в следующем 944 году Олаф Ситриксон вернулся отбивать трон, но тогда же на север во главе большой армии пришел король Эдмунд и изгнал оттуда как Регнольда, так и Олафа Ситриксона, и вернул себе контроль над Йорком. Вот интересно, что данные, которые жили на севере, потому что это уже на то время, конечно, Дейнлоу не было как такого образования, но довольно много данных осталось на той территории, и они играли большую роль в тогдашней политике. Так вот эти данные, они приветствовали Эдмунда и предпочитали быть под его властью, а не под властью норвежских викингов, потому что я напомню, что и Олаф Гудфридсон, и Олаф Ситриксон — это викинги норвежского происхождения, которые из Ирландии переправились через Ирландию, как бы из Норвегии в Ирландию, а оттуда они уже воевали на севере Англии. Дальше Эдмунд завоевал королевство Бритов Стратклайт, это нынешний юго-запад Шотландии. Еще это королевство иногда называли Камбрией, и сейчас вы поймете, какое это отношение имеет к английской Камбрии. Значит, эти земли были к северо-западу от Йорка. Король Стратклайда был в союзе с ирландскими викингами. Собственно, это и было поводом к завоеванию его королевства. Эдмунд для этого вошел в союз с королем Шотландии Малкольмом и королем королевства Дивет в Уэльсе. Стентон не пишет его имени. И вот в 945 году Стратклайт был покорен. Его последний король был убит, а двое сыновей этого короля были ослеплены. Но основная часть земель Стратклайда досталась Шотландии. Вот как раз с тех пор вот эти вот земли, такие более-менее равнинные на юго-западе Шотландии, они входят в королевство Шотландия. А в Англию вошла лишь южная Камбрия, которая в Англии называется Камбрией. И это озерный край, Лейклендс и земли вот между озерным краем и границей с Шотландией. Вот это вот было завоевано как раз Эдмундом. Значит, в 945-946 годах Эдмунд также вмешивается в дела западно-франкского королевства. Напомню, что там к власти, благодаря в том числе Этельстану, пришел Людовик IV Заморский. Но к тому времени этот король попадает в плен к герцогу Нормандии. Оттуда его забирает герцог Франции Гуго Великий. Но короля он не освободил, он как бы его какое-то время еще удерживал в плену. И вот Эдмунд добился, чтобы Людовику была возвращена королевская власть. Но в мае 946 года король Эдмунд трагически погиб. Вот хроники пишут, что он защищал своего Сенешаля от бандита. Но современные исследователи считают, что это было политическое убийство. Значит, Эдмунду наследовал его младший брат Эдред. Он без особых проблем был признан королем. И на севере также, в Йорке, вот как бы все было спокойно. Но в следующем, в 1947 году, в Нортумбрии высаживаются викинги из Норвегии. Уже вот не ирландские викинги норвежского происхождения, а викинги из самой Норвегии. Почему? В Норвегии правил какое-то время Эрик Кровавый Топор. Но он был крайне жестоким и сами норвежцы его изгнали. Посадили на трон его брата Хакона. И вот эти вот викинги Эрика прибыли в, насколько я понимаю, в Нортумбрию. Не через Ирландию, а напрямую. А вот те викинги норвежского происхождения, которые ранее из Ирландии в Нортумбрию перебрались. Которые там в какой-то мере оставались. Так вот, они приняли Эрика как своего родича. Ну то есть, они все были норвежского происхождения. Поэтому, как бы, вот Эрик нашел поддержку в Нортумбрии. Значит, Эдред пытался отбить захватчика. Но вот армия из Йорка, армия вот этих вот ирландских викингов норвежского происхождения, она ударила королю Англии в тыл. И он был разбит. Затем опять начинается Чехарда. То есть, там все на севере возвращается к такому хаосу. Эдред Нортумбрию потерял не совсем. Дело в том, что кроме вот этих норвежских викингов, которые из Ирландии туда переправились, какое-то время там уже жили. До них там же были викинги датского происхождения, которые еще в первую волну там поселились. То есть, то, что было Дейнлоу. А до этого там были еще Англы. Так что там вот такая была смесь. И, конечно, Эдред не потерял своего влияния. И он тоже сохранял определенную часть контроля. И ему удалось изгнать в итоге Эрика. Но тут из Дублина возвращается Олаф Ситриксон. И уже Олаф Ситриксон берет под свой контроль Йорк. И правит там до 952 года. Когда в свою очередь возвращается Эрик. И изгоняет Олафа. И Эрик там правит менее двух лет. В 954 году самого Эрика изгоняют из Йорка. А власть над Нортумбрией возвращается королю Англии Эдреду. Правда, ненадолго. В следующем 955 году король заболел довольно серьезно. И 23 ноября умер. У Эдреда детей не было. Ближайшими родственниками были его племянники. Сыновья Эдмунда. Значит, младший Эдгар. Ему было 12 лет. Старший Эдвиг. Ему было 14 или 15 лет. Ну и утром достался старшему. Из братьев. Но правил он недолго. Значит, дело в том, что очень влиятельным человеком даже при дворе короля Эдмунда уже и потом при Эдреде был аббат Дунстан. Вот этот Дунстан это в конце 10 века будет самым таким влиятельным человеком в англосаксонской Англии. В то время он еще аббат, потом он будет епископом-архиепископом. Значит, когда Эдвига помазали на царство, то на Перу юный король куда-то подевался. И аббат Дунстан пошел на его поиски и нашел его в обществе одной знатной дамы и ее юной дочери. Вот есть такая версия, что эта вот знатная дама, она пыталась использовать чары своей юной дочери или свои чары, не важно. Но для того, чтобы король полюбил ее дочь и она стала будущей королевой. Дунстан юношу, ему было тогда лет 14 или 15, он вывел в довольно грубой форме. Ну, поступил с ним как вот с мальчиком. И Эдвиг очень сильно обиделся на него и он это ему припомнил. Более того, Эдвиг позднее женился на той девушке. То есть, как бы вот эта интрига дамы, она закончилась успешно. И после этого Эдвиг изгнал Дунстана. Стентон пишет к тому же, что Эдвиг начинает править, опираясь на своих друзей из Уэссекса. А знать других частей королевства это очень плохо восприняло. И вообще, не нравилось, что такой молодой, юный король, уже, наверное, по тем временам, 15 лет, у франков был возраст совершеннолетия. Наверное, он уже считался совершеннолетним, но еще такой совсем юный. И то, что он так начал самоуправничать, знатным людям более старшего возраста не понравилось. И они воспользовались тем, что на то время, все-таки, хотя мы говорим король Англии, король Англии, но это же самое начало единого английского королевства. И в 955 году Эдвига выбирали отдельно королем в Уэссексе, в Мерсии и в Нортумбрии. И вот, воспользовавшись этим, олдермены Мерсии, Восточной Англии и Эссекса объявили в своих землях королем Эдгара, то есть младшего брата. А 1 октября 959 года король Эдвиг умер при загадочных обстоятельствах. Возможно, его убили. И трон Уэссекса, ну как бы всего, получается, королевства, перешел Эдгару. Еще за год до того, в 958 году, Эдгар вернул из ссылки Дунстона и сделал его епископом Вустера, а затем и епископом Лондона. А после смерти Эдвига, Эдгар изгнал назначенного своим старшим братом архиепископа Кентерберийского и передал эту кафедру Дунстону. Вот так Дунстон стал архиепископом. И начинается долгий достаточный период царствования Эдгара, но при фактическом правлении Дунстона. То есть вот это весь, почти весь конец, вторая половина 10 века. Это было довольно мирное время. И благодаря этому сам Эдгар вошел в историю под прозвищем Миролюбивый. Он признал, получил, кстати говоря, признание своей верховной власти от королей кельтского происхождения, которые правили в Шотландии и в Куэльсе. Это произошло в 973 году в Честере. Но в обмен Эдгар передал королю Шотландии Кеннету II северные земли Нортумбрии между рекой Туит и заливом Ферторфорд. То есть Ферторфорд это там, где Эдинбург, столица Шотландии. И там раньше проходила граница. То есть Шотландия начиналась как бы на северах Эдинбурга. Вот все земли южнее, на юго-востоке Шотландии. Это то, что передал в 973 году Эдгар из состава Англии. А земли, напомню, на юго-западе Шотландии бывшие стали откладь, которые были завоеваны также Ангельским королем и переданы Шотландии за несколько десятилетий до этого. Значит, король Эдгар умер 8 июля 975 года. От двух браков у него было два выживших к тому времени сына. От первого брака Эдуард, ему было около 13 лет. И от второго Этельрет, ему было 9 лет. Корону получил старше, конечно, Эдуард. Однако его правление было довольно проблемным. Юноша, судя по всему, имел горячий нрав. И своими словами, и своим поведением он настроил против себя значительное число знати. И вот вечером 18 марта 978 года в Дорсете, куда король приехал посетить свою мачеху Эльфрид и вот сводного брата Этельреда, Эдуард был предательски убит людьми из их окружения. Ну, прямых доказательств, что за этим стояло Эльфрид нет, но подозрения такие возникли почти сразу. Дело в том, что к тому же Эдуарда похоронили без всяких почестей. И вскоре на его могиле вроде бы начали совершаться чудеса. Юношу канонизировали и в историю он вошел под именем Эдуард Мученик. Ну, а трон Англии отошел Этельреду второму, младшему брату, улитого короля. И этого Этельреда позвали Unready. Иногда Unready переводят как неготовый. Это буквальный перевод с современного английского. Однако, по-настоящему это прозвище, оно было скорее Unread. А Red это совершенно другой корень. Вот в немецком есть корень Rat. Например, он в слове Ratusha. Ratusha или Ratthaus это дом совета. Соответственно, Rat это совет. И этот же вот корень Red обозначает совет. И прозвище короля можно перевести как король, который получал плохие советы. Либо же даже как король, который дурно правил. Вот давайте посмотрим, что же это было за негодное правление Этельреда второго. Почти сразу в 1980 году побережье Англии подвергается набегам норвежских, нет, датских викингов. Но Стентон считает, что они не продвигались внутрь. Они просто по берегам нападали. И поэтому сначала эти набеги не были серьезной угрозой. Хуже было то, что викинги нашли взаимопонимание в Нормандии, которое правил тогда герцог Ричард I, внук Ролона, который, собственно, первый герцог Нормандии. Отношения Англии и Нормандии наклеились до предела. В 990 году при посредничестве папы король Этельред пришел к соглашению с герцогом Ричардом. Даже оно было подписано 1 марта 1991 года, но оно мало помогло. В том же году викинги напали снова. И королю Англии пришлось заплатить им огромный выкуп в 22 тысячи фунтов золота и серебра. Лидером рейдеров был Олаф Трюгвассон. Вот этот Олаф, на самом деле, это будущий король Норвегии, немного немало. В 994 году он снова совершил рейд в Англию. На этот раз в компании с королем Дании, Свеном Велобородом. У них был мощнейший флот из 94 кораблей и на борту было 2000 воинов. Это был самый опасный набег за 50 лет. И английская знать во многом разочаровалась в правлении Этельреда. И она даже готова была признать Свена королем. Но в 994 году обошлось. Этельред опять заплатил выкуп. Опять очень большой. 16 тысяч фунтов золота. Свен ушел в свое королевство. А Олаф остался в Англии. Он принял христианство. Обещал не воевать с Этельредом. И вот впоследствии он отправился в Норвегию, где и станет в будущем королем. Но были и другие желающие повоевать. Вот новый флот прибывает в 997 году. Грабил побережье Англии три года подряд. В 1000 году эти викинги ушли в Норманию. Там перезимовали, отдохнули. В 1001 году опять вернулись грабить в Англию. В итоге от них откупились. Выкуп на составлял 24 тысячи фунтов. В том же году Этельред сватается к сестре герцога Нормандии Ричарда II Эмми. Возможно это была попытка заполучить союзника на континенте и лишить викингов, которые совершали набеги, их баз в Нормандии. В том же 1002 году Этельред совершает крайне необдуманный поступок, на самом деле имеющий катастрофические последствия. 13 ноября он приказал перебить всех даннов в пределах своего королевства. Но я напомню, что данны, то есть викинги датского происхождения, в некоторых частях королевство составляли большинство. Но это бывшее Дейнлоу. Например, в таких городах, как Йорк или Линкольн. И там вообще ничего, конечно, сделано не было против них. Но в тех частях, где даннов было немного, например, в Оксфорде и в Лондоне, была большая резня. И в Лондоне погибла сестра короля Дании Свена. Она жила в Лондоне как заложница. Вот ее убили в ходе этой резни. Это взбесило Свена. И уже в 1003 году он совершает набег на Англию. Потом он несколько лет еще такие набеги совершает. Пытается похорить восточную Англию в 2004-2005 годах. Но неудачно. И в 1006 он еще совершает рейд на Англию. Этель Ред откупается за 36 тысяч фунтов. В 1007 году Этель Ред пытается организовать оборону Средней Англии. И восстанавливает пост Олдермана Мерси. И назначает на него такого человека Эдрика Стреону. Это очень неудачное решение. Мы с этим Эдриком еще будем много сталкиваться. Значит, в 1009 году еще одна армия даннов, довольно большая, высаживается в Англии под предводительством Торкала Высокого. И почти три года они совершают рейды по разным частям Англии. Но в апреле 2012 года король Этель Ред по своему обыкновению от них откупается. Огромной суммой 48 тысяч фунтов. И основная часть армии уходит обратно. Но сам Торкал с 45 кораблями поступает в услужение Этель Реду. Король Дании Свен воспринял это как предательство. Ну и со стороны самого Торкала, который был его человеком. Но также и со стороны Этель Реда. И он сам идет на Англию в 1013 году. Вот это катастрофа для Этель Реда. Король Дании оказался сильным стратегом. Он высадился в Линдси. Это северо-западная часть бывшей Мерсии. Но напомню, что вот как раз эта часть, так же как и Юг Нортумбрии, так же как и Восточная Англия, это когда-то была Дейвлоу. Соответственно, там жило много данов. И они стали на сторону Свена. Англия уже к тому времени была разорена трехлетним походом 2009-2012 годов. Не могла, да и в общем-то не хотела сопротивляться. Свен без особых проблем занял всю английскую часть Мерсии. Оксфорд, Винчестерс дались без боя. В Лондоне оказал сопротивление бывший вот этот военачальник Свена, Торкал. И Свен не стал брать этот город. Вместо этого он пошел на Уэссекс. И захватил земли аж до Бата. То есть под его контролем оказалась почти вся Англия. Король Этельред бежал в Нормандию, куда уже до того он отправил всю свою семью. Правда, вскоре после завершения своего триумфального шествия по Англии, 3 февраля 2014 года, король Свен умер. Но Даны тут же избрали королем его младшего сына Кнута. Иногда его еще называют Канут или Кнуд. Но я буду использовать имя Кнут. Вот он был в армии отца на севере Англии. Король Этельред узнал о смерти Свена. Вернулся. Заключил некоторое подобие конституционного соглашения с английской знатью. И уже к концу апреля вышел в поход против Данов на север страны, где был Кнут. И Кнут, будучи тогда еще совсем юным, не очень опытным полководцем, решил уклониться от столкновения. Он приказал убить всех заложников и уплыл из Линдси обратно в Данию. Этельред, прияв эту часть страны, устроил резню местного населения. В основном, которые заставляли Дан. В Дании же трон после Свена наследовал старший сын Харольд. Он был в хороших отношениях с младшим братом, поэтому оказал Кнуту всяческое содействие. И тот в 2015 году решил снова воевать с Англии. В ту пору там Олдерман Мерси Эдрикс Треона приказал убить двух ведущих Танов или Тенов. Но об этих титулах мы еще поговорим в отдельном выпуске. Это вот такая знать, можно сказать условно, как будущие бароны. И вот эти два Тана, они были датского происхождения, то есть из Данов происходили, которых было большинство, в общем-то, на северо-востоке Мерси. Король Этельред поддержал своего Олдермана и вдобавок еще конфисковал земли убитых. Но старший из выживших сыновей короля, Эдмунд, он неожиданно отправляется на север и женится на вдове одного из этих убитых Танов. И он заявил о себе, как о лидере Данов, живущих на землях Англии. Вот помятуя о прошлогодней резне в Линксе, Даны поддержали восстание Эдмунда против отца. И в это время на юге Англии высаживаются кнуты. Олдерман Мерси Эдрик собирал в ту пору войска против Эдмунда. И он совершил предательство, вот этот Олдерман. Он соединил свои силы с армией Кнута и отдал ему все ресурсы английской Мерси. Сам же Кнут первой целью выбирает Уэссекс. И в течение четырех месяцев покоряет эту часть Англии. К концу 2015 года ареной битвы стала Хвитке. И судя по всему, Кнут покорил эту часть. В Лондоне, который был тогда еще под контролем Этельреда, король уже сильно болел. И в апреле 2016 года умер. Его сын Эдмун, напомню, он был на севере. В то время он имел большую поддержку среди даннов, которые жили на северо-востоке Мерси. Также он получил поддержку Эрла Нортумбрии Ухтерда. И вот Ухтерд с Эдмундом совершают рейд на подконтрольные Эдрику с Треоной земли Мерси. А Кнут в это же самое время нападает на Нортумбрию. И вот Ухтерд спешит обратно на свои земли, чтобы их выручить. И там он был убит. И Хроника обвиняет в его убийстве того же Олтермена Эдрика с Треона. В результате Кнут захватил весь север. Он удерживал запад Большой Мерси и Уэссекс. А под властью Эдмунда, который 23 апреля 2016 года сменил отца на троне Англии, остался только восток и юго-восток страны. Примерно в то же время в Саутхэмптоне знать подконтрольный Кнут Англии, а это большая часть Англии, избирает Кнута королем. Кнут отправляется к Лондону, начинает осаду города. Но Эдмунд обошел его с фланга и пошел в поход на Уэссекс. И тогда Кнут был вынужден снять, наверное, осаду, или, по крайней мере, большую часть войск оттуда вывезти и отправиться в погоню за Эдмундом, тоже на запад. Но разбить Эдмунда он не смог. Там была такая патовая ситуация, ни одна из сторон не одержала победу. Значит, это, можно сказать, позиционная даже происходила борьба, потому что Эдмунд возвращается к Лондону, пробует снять осаду. Он даже разбил Кнута на южном берегу Темзы. Но его войско понесло такие потери, что дальше Эдмунд не мог воевать и вернулся в Уэссекс, чтобы набрать новую Акму. Акнут тем временем осаждал Лондон. Пытался взять его штурмом, но безуспешно. Затем он совершает ряд рейдов на юго-востоке Англии, то есть в Кенте. А Эдмунд, который внимательно следил за его передвижением, улучшил удобный момент, напал на Кнута и разбил его при Отфорде. И победа была полной. Даже вот этот, как бы, печально известный олдерман Эдрик с Треона переметнулся от Кнута к Эдмунду. Армия викингов отошла на север, в Эссекс. А Эдмунд преследовал ее. И вот в решающей битве при Ассандуне большой отряд Эдрика почти сразу бежал с поля боя. И в результате чего англичане понесли тяжелое поражение. Сам король Эдмунд попал в плен. Но, тем не менее, в знак уважения к нему, к его вот таланту полководца и воина, Кнут предложил заключить почетный мир и разделить Англию. Эдмунду отходили земли на юг от Тензе. В основном это был Уэссекс. А Кнуту доставалось все остальное. В том числе Лондон. Но насколько прочным был бы такой мир, непонятно. Но 30 ноября того же 1016 года Эдмунд умер. И Кнут стал повелителем всей Англии. В самом начале своего правления Кнут сделал несколько жестких и даже жестоких поступков. В 1017 году он казнил единственного из оставшихся в живых сыновей короля Этельреда II от первого брака. Хотя еще оставались сыновья от второго брака с Эммой Нормандской. О них речь еще пойдет дальше. Они в Нормандии тогда были. Стентон пишет, что Кнут приказал бы убить и двух маленьких сыновей короля Эдмунда. Но их своевременно вывезли. Причем очень далеко. Их вывезли аж в Венгрию. Кружным путем. Сначала в Швецию. Затем из Швеции в Киев. А уже из Киева в Венгрию. Далее. Кнут также приказал казнить Элдермана Эдрика Стреона. Который ранее вел вот такую подлую предательскую политику в предыдущее правление. Здесь следует сказать, что Кнут разделил все англосаксонские земли Британии на четыре части. Уэсс. Он взял свое личное управление. А в Мерсе он поставил Олдермана. Сначала Эдрика. А потом другой человек был. В Восточной Англии он поставил Олдермана Торкола Высокого. Которого мы уже говорили. А в Нортумбрии Олдермана поставил норвежского принца Эрика. В том же, на 2017 году Кнут женится на Эмми Нормандской подаве короля Этельреда Второго. И тем самым он обезопасил себя от того, что Нормандия поддержит остающихся в живых сыновей Этельреда и Эммы. В их борьбе за английский трон. В 2017-2018 годах Кнут укрепляет свои позиции в Англии. В частности он собирает большую ассамблею знати в Оксфорде. Скорее всего это было то собрание, которое у саксов называется Витан. Или Витан Гемот. Но тоже об этом позже. В других выпусках. На этой ассамблее было решено сохранить англо-данское государство. И жить по законам короля Эдгара. В целом это было крайне своевременное действие Кнута. Потому что в 2018 или 2019 году в Дании умер бездетным. Его старший брат Харольд. И Кнут получается также наследовал корону Дании. И для этого ему надо было надолго оставить Англию. Он оставляет регентом Торкала Высокого. Ну хотя в 2021 году тот попал в Апалу. Но потом Кнут опять с Торкалом замирился. То есть в принципе Англия его мало беспокоила. Основные дела в 20-е годы 11 века у Кнута были в Скандинавии. Он воевал и в целом успешно воевал с Норвегией и Швецией. К концу десятилетия он стал королем не только Англии и Дании. Но также Норвегии и части Швеции. И поэтому он вошел в историю как Кнут Великий. 1027 год можно считать вершиной могущества Кнута. Он обменивается посольствами с герцогом Аквитании Вильгельмом Третьим. Совершает паломничество в Рим. Присутствует там на коронации императора Конрада Второго. О чем кстати говоря мы уже упоминали в первом сезоне цикла. Заключает вот с этим императором. А также с королем Арелата Рудольфом Третьим в соглашение. Получает от папы некоторые уступки в части платы за палий английским архиепископом. Тогда же были достигнуты договоренности о том, что сын императора Конрада Генрих. Это будущий Генрих Третий. Женится на дочери Кнута Гунхильде. За это датской корониям отходят во владение Шлезвик. Это вот в выпуске 22 мы как раз вот говорили об этих договоренностях. Но впрочем сам этот брак будет заключен только в 1036 году после смерти короля Кнута. А вот этот великий король умер 12 ноября 1035 года. На этом этот выпуск, эту часть повествования мы завершим. А то, что происходило в середине 11 века. Драматические события последних десятилетий до нормандской истории Англии. И собственно нормандское завоевание оставим на следующий раз. Я благодарю вас за внимание. Еще раз прошу тех, кто хочет и может меня поддержать, подписываться, присоединяться к моему сообществу на патреоне. Patreon.com, касая, V-A-L подчеркивание, K-H-O-K-H-L-O-V. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube. Следите за обновлениями, за следующими выпусками. Надеюсь вас увидеть и в следующий раз. До свидания.